Вот дорогой мой Шадринск, я вот хочу просто вот так вот обратиться к обществу Курганской области города Шадринска и дать людям просто понять, что не стоит, понимаете, вестись на провокации некоторого контингента, которые находятся там, допустим, так сказать, у власти и у кого вы, допустим, можете быть под контролем. Вот согласитесь, что 80%, да, 80%, даже 90% по идее-то они на моей стороне, правильно? И понимая, кто я, кем могу являться, кем являюсь, да, остальное и так далее. И прежде всего, со стороны человеческого, просто правильно. Вот даже приведу пример, значит, 6 лет назад, в 2010 году я пришел в интернет. То есть я что хотел вырваться, да, из города Шадринска, потому что это такой маленький город, ну, деревня по большому счету, что здесь перспектив нет, и у меня шанс-то был один, да, вот по поводу, что вот феномен моих глаз, там, и так далее. Ну, приведя примеры, допустим, кто не понимает, о чем я, дети, когда смотрят в глаз, в зрачок он увеличивается в диаметре, даже на бумажных фотографиях, дети в основном видят космос, там, планеты, метеориты, то есть в основном нашу солнечную систему, так сказать, понимаете, системы и так далее. Ну, дети у нас рождаются целыми, да, невредимыми, такими, какие люди и должны быть, правильно? Так ведь, а там те люди уже, кто не видит, я, я что могу сделать, это не в моей власти, это понимаете, и так далее. Есть еще и слепые, как бы я не к этому, но есть вообще люди, которые не видят, я что скажу-то там, и смысл-то в чем? Я хотел уехать в Москву, допустим, да, на телевидении и так далее, и начались такие проблемы у меня, то есть за меня начали пускать там слухи, сплетни, там, провоцировать у монитора, зомбировать через монитор, то есть, если честно сказать, я не знаю, вы-то сидите у интернета, вас-то не трогают, понимаете, а мне-то очень трудно у монитора находиться, особенно что-то писать и даже думать именно у него. И вот, даже если сами вот сравните, вот, я не дам соврать, не дайте мне то есть соврать. Вот, допустим, вы не находитесь у компьютера, да, и думаете, какой бы фильм посмотреть, да, и быстро можете придумать, что бы вам хотелось, да, и, допустим, и как вы думаете, когда, как вы начинаете думать и мысли, когда вы ухо, когда вы находитесь у монитора, понимаете? То есть, у вас мысли теряются, вы сидите, как будто мысль, чем сильнее вы начинаете думать, задумываться, да, какой фильм посмотреть и так далее, да, и тем вам труднее. То есть, я не один такой-то вам, многим знакомо это чувство, правильно? И смысл-то в чем? Ну, и Шадринс-то, как бы, некоторые, вот, допустим, вот Новикова была директор школы номер один, это просто, к примеру, у меня, у меня за период школы, можете узнать учителей, допустим, там, у моих ровесников, мне 35 лет, я с 81-го года, у меня там сотрясение мозга, наверное, было 50, понимаете? И так далее, даже 5 лет назад, когда меня избили, сломали ногу и разбили в кровь и голову, меня избили вообще то ли битами, то ли чем, я даже не видел, но толпой налетели возле тысячи одной ночи, понимаете? И у меня сотрясение мозга было, соответственно, меня увезли в травматологию, понимаете? И в тот момент я хотел выйти на рынок торговать своими дисками, своими записями, вот этой магией глаз, недорого хотя бы продавать, чтобы зарабатывать на хлеб, понимаете? Вот, чтобы можно было одеваться, что-то есть, и сейчас даже сигареты, извините, 100 рублей стоят, правильно? То есть, если у нас, извините, проститутки зарабатывают в Москве миллионы, да? И, извините, неталантливые люди сидят в коррупции, сами понимаете, где, то, извините, как мне-то вообще быть так? И за день, за два, за три уже я место забронировал на рынке, меня так избили, все, привозят меня в травматологию на скорой помощи. Мне наложили гипс, а то, что сотрясение мозга, мне сказали, едь домой, короче. И все, говорит, иди домой, короче, понимаете? А есть деньги на такси, нету, это никого не волнует вообще, понимаете? Не спросили вообще, один ты живешь, не один, есть кому за тобой ходить, или есть костыли у тебя, или нету, понимаете? И это их не волнует вообще абсолютно, понимаете? То есть, как вот это было в школе-то, вот это вот контроль-то вот над этими детьми-то. Как вот так вот можно день через день избивать человека в школе, если учителя все это все знают, понимаете? Конечно же, директор в первую очередь, но и никто этого не пресекает. То есть, я что хочу сказать? Те, кто виноваты в этих моих страданиях-то в жизни, тех, кто виноваты, их на самом-то деле можно на пальцах перечитать, их единицы. А вам-то вот эти единицы-то, понимаете, внушают всему городу, короче, понимаете, что вот он едет в Москву, он там взойдет, там Люцифер, там предсказания, там над Северной, выше всех звезд, будет Армагеддон, понимаете? То есть, вам это внушают, а те, кто, по идее, это вас обманывают просто, это точно. И они тянут вас в это болото, чтобы вы там, да, точно, он там будет антихрист, а начнется война, а он взорвет город Шадринск. А вот этот пример, как вот фильмы, хочешь посмотреть его мониторы и так далее, понимаете, какие ко мне приходят программисты иной раз, что там устанавливают, что после них надо потом три раза винду поменять, понимаете? То есть, смысл-то один. И вот этот комитет 300, то он в Шадринске, он существует, и Шадринске находится на планете. Я вообще без аномальных намеков вам за комитет 300, понимаете? Я просто Шадринске вообще, по идее, тут далеко ходить не надо. И вот знаете, вот по поводу даже винду, да, вначале придумали вирус, да, а может быть одновременно и антивирус, то есть, чтобы распространять вирусы, правильно, и потом продавать антивирусы, понимаете? То есть, не будет вирусов, мы не сможем зарабатывать на антивирусах. То есть, смотрите, у нас где лещик шизофрениют, могут ее там и прививать, понимаете? А если такая тема у нас в Шадринске, в деревне, и занимается этим не Москва. Понимаете, Кокорина поставили там Путин им, да, в кургане губернатором, вот. Может быть, никто ничто и не голосовал в кургане-то за Шадринского-то вообще. Тем не менее, он сейчас губернатор, но я никакой рина трогаю. Он-то в этой, как бы, игре-то, понимаете, не ферзя, далеко, понимаете? И все вот эти президенты-то губернаторы и мэры-то для прикрытия, чтобы мы смотрели, как бы, да, а с фанатом ты и не увидишь, понимаете? И смысл-то вот этого всего обращения-то в чем? Вы 80%-то в Курганской области, то вы не обращаете внимания на эти 20%. И это понятно, что они заинтересовали там прокуратуру, суды, ПНД, ФСБ, МВД, ОВД. Это, естественно, у них контроль над населением, понимаете? У них вот эти пассатижи, понимаете, в которые они зажимают и так далее. А на вас на 80%-то, на простых-то, жителей Шадринской, они давят, как на массу. Ну, давят, как на массу. Мне приснилось, что я бог, меня положили в психушку, понимаете? Вот, ну. Даже ты начнешь там в этой психушке летать, короче, над кроватями, над палатами, понимаете? Смысл-то в чем? Ну, ничего, тебе ничто не поможет. Потому что у них все это элементарно и просто. Они заинтересовывают людей так, что они начинают, так сказать, косвенной формой жить за мой счет. И понимая то, что это им не принадлежит, знаете? И они усиливают, усиливают свои обороты с каждым днем. И в итоге-то я вот искал в мире, да? Приезжали из Кургана, из ФСБ и говорили, ты понимаешь, откуда ветер-то дует? И этим самым они как бы на Москву ссылались-то намеком. А на самом-то, ну, это два конца у палки-то. А с другой-то стороны, они ждали, что я скажу. Понял ли я, что тема-то в Шадринской, короче, или не понял, понимаете? Когда я родился, вот, в 81-й год были черно-белые телевизоры, понимаете? Цветных практически в 81-м году-то и не было, может, один-два на весь город, понимаете? Вот. Компьютеров тем более, телефонов и там, и так далее. И смысл, вот, вы понимаете, процесс-то происходящий, вот, и так далее. И я просто хочу обратиться к людям-то, вот, к простым-то, вообще, к населению. Независимо ты в МВД, ты в коррупции, не в коррупции. У нас, по идее, ты все понимаете, люди, если разобраться-то. И как бы, как говорится, никто в огонь-то не хочет прыгать, правильно? Просто кого-то, кто-то как-то толкает там на ту же взятку, на то же преступление, на воровство. И на остальные всякие подобные поступки. И смысл-то в чем? У них почерк-то, понимаете, такое. Они вас сначала заинтересуют, а потом этим же и будут вербовать, понимаете? И этим же вас будут держать что-то типа сам, вот типа сами. Вы согласились, никто не просил и так далее. Что вы не ведитесь на эти провокации-то? Так сказать, вот этой вот, такой косвенной администрации-то, вот этого города и так далее. А по поводу манипулятора, который манипулирует всем городом, это манипулирует в первую очередь, чем головой, а потом уже человеком, правильно? Наша тема-то, она находится в голове и наш мозг контролирует наши движения, даже наших пальцев и так далее, правильно? То есть захватывая, допустим, массу, допустим, мозг города, допустим, откуда это можно сделать, сами понимаете и так далее. И смысл-то в чем? Как бы я хотел это вообще, кто обратится-то вообще? И вот почему я хотел выйти на рынок, торговать дисками, да? Даже хотелось сделать диски и сделать обложку бумажную, уже напечатал фотографии, уже сделал много дисков, по-моему, 40 что ли. И уже место на рынке нашел, меня избили, сломали ногу, чтобы я не смог выйти на рынок, понимаете? И в итоге, смысл, все это, короче, закончилось-то, короче, плачевно и трагически. И даже когда я выхожу иногда на улицу, короче, да, я понимаю то, что начинается некоторый спектакль. Если ты начнешь эту тему, короче, да, это все, оно все потухнет, люди будут уходить от ответа, если, допустим, начнешь приводить примеры. Потому что в Шадринске я с кем за магию глаз не разговаривал, у них как сразу страх, короче, образуется. Но если дети видят космос, планеты, им нравится даже на бумажных фотографиях, видят это как в кино, никому не было страшно, ни у кого не болела голова, то люди-то, получается, боятся-то не меня, правильно? Ну и так далее, да. Посмотрим на нашу, допустим, Новикову, да, как она допустила мои периодические, систематические избиения в школе номер один, которая сейчас называется лицей. Ну как это так вообще? Это в те-то года, когда у нас были октябрята и пионеры, понимаете? Если сейчас охрана стоит, чтобы куртки не воровали, да, и так далее. И примеры, там, допустим, девочка упала в школе, да, это ее мальчик толкнул, она ударилась об угол, ее увезли на скорой, короче, у нее сотрясение мозга, ей дали там 10 дней, там, или неделю, там, короче, это, больничного. А тут долго тебе по 5 человек, как ты справиться не можешь, а потом еще подтаскивают тот та же самая директор и учителя с целью, чтобы, типа, ты сам виноват. Это, получается, один раз ты, допустим, нагрубил, да, и 5 лет, короче, тебя избивали, а за эту грубость по 5 человек. Ну, понимаете смысл вот этого спектакля-то? И вот это вот, кому за магию глаз начинаешь разговаривать, короче, в городе-то, они начинают уходить от ответа и как-то вообще перебивают тему разговора. И понятно, что бояться-то не меня, понимаете? И так далее. Так вы, вот, основная масса-то, вы не ведитесь на эти провокации-то и интриги, потому что смысл-то, эта тема-то, она на самом деле связана с Богом. Я кого-то избил, точнее, кого-нибудь хоть раз убил, допустим, или изнасиловал, или еще тому подобное. Если разобраться-то во всем этом, вначале меня избивали в школе, чтобы лишить изначально чего образования. Ты сможешь учиться, если тебя будут бить сотрясение мозга? Нет, конечно, и так далее. Потом ты будешь избегать, короче, побоев, ты будешь прогуливать. Потом они сделали так, чтобы я связался со шпаной, короче, да. Они не начали меня крышевать, а потом шпана научила воровать. У них схема-то была отработана. И эта схема-то, она отработана, вот эти методы-то где рассматриваются? У нас в ОВД. У нас есть еще ФСБ, понимаете? Кто занимается и знает, как изломать жизнь и так далее. И все равно корни-то уходят в администрацию. И сейчас, причем есть Кокорин. Я против Кокорина, вообще ничего не имею против, понимаете? И он как человек мне вот, ну, неплохой и все, понимаете? Есть типа умнее, конечно, само собой. Но, как вам объяснить-то, я что хочу сказать? Я не против Кокорина, мне просто интересно, а как Новикова-то стала мэром? И как президент Путин поставил именно из Шадринска Кокорина, понимаете? Смысл-то в чем? И так далее-то. Почему в Кургане никого не нашлось, ни зама, ничего? И как после пяти сотрясений мозга, это только сотрясение мозга сильных, понимаете? Без ни одной капельницы, ни одного, короче, лечения во второй городской, где-то в поликлинике, понимаете? Никаких таблеток. И как она стала после этого, всего после этого гестапо вообще мэром. И, там, говорят, приказом, дело даже, в принципе, и не в ней. Если разобраться, она тоже, как бы, на этой шахматной доске-то среди королей-то, она тоже фигурка, понимаете? Смысл-то в чем? Так вот, вы, основная масса-то вообще людей-то в Шадринске-то, вы не ведитесь на провокации, потому что это может отразиться на ваших детях, понимаете? И не то, чтобы до седьмого колена, а до семидесятого, понимаете? До последнего, короче, понимаете? Вам вообще это не надо. Задумайтесь своей головой, потому что, когда вы забираете у меня кусок хлеба-то, понимаете? Чтобы я потом охотил деньги-то искал на пачку сигелет. Ваши дети-то потом могут, могут все терять, понимаете, десятками лет и ни одно поколение, понимаете? И так далее. А вот это вот видео, я сейчас загружу, его потом смотреть-то могут еще сотни лет, а то и тысячи. Вы понимаете это-то? И все прекрасно все поймут, потому что потом, а все тайно это становится, понимаете, явным. Карты-то открываются, как вот за революцию, я вот рассказываю, да, что она пришла с подачи Великобритании через спонсирование Германии, потому что ей дали Германию, чтобы сделать это в России. Как Наполеон погибала Франция и Россия, и двух зайцев убили, понимаете, и Францию, и Россию. Понимаете, люди погибают, а гады-то приходят, морозит, а больше становится, понимаете? Смысл-то, коррупция-то развивается и во Франции, и в России. Так же было и в Германии погибли люди, и в России 50 миллионов, понимаете? Что было в Чечне, допустим, с Россией, когда была война, погибали и чеченцы, и русские. И в итоге-то у них вражда. Ты русский, а ты, о, чечен, типа чурка. Понимаете, смысл-то в чем? То есть вас травят на меня, меня зомбируют, травят на вас. Это ладно, я вот так вот сейчас пришел в себя, как бы так чуть-чуть понял, и подумал, А ведь невиновных-то гораздо больше. Почему бы не обратиться к людям и сказать, так вы остановитесь, не видитесь на провокации-то, понимаете? И так далее. Ведь их-то гораздо меньше вот этих, вот этого дерьма-то собачьего, вот этих гнитых мразий. А как их еще называть? Это же педофилия и насилие голимое, понимаете? Что творится вообще в Шадринске, что творилось со мной? И я же это врагу, это врагу не пожелая, что со мной только в школе было. И потом они меня, значит, с бандитами свели, чтобы меня эти крышевали, и меня больше не избивали другие. Но тем не менее я пошел воровать, чтобы потом сесть в тюрьму. И слава, а видите, смысл-то в чем? Видимо, они за феномен-то не догадывались, что в глазах-то, что можно сфотографировать, снять на видеокамеру, понимаете? Может быть, они и знали-то, а в детстве-то, короче, что цвет меняется, глаз-то, зеркало из серых-то в зеленые-то, понимаете? Как из глаза в глаз-то, когда прямолинейно-то смотришь, короче. Они, может, это знали, короче, ну и так далее. И даже за это, сколько я разговаривал и в городе показывал людям, и инопланетяне мне говорили, и все были в шоке, и все задавались вопросом. А тишина, не шадринское телевидение, никто, ничего, нигде, понимаете? Смысл-то в чем? Так вот их, понимаете, люди, простые населения, неважно, кто ты, наркоман или участковый. Коррупция, ты понимаете, или ты там вообще передовик и трудовик делал, а не в этом. Мы все так-то люди, и никто не хочет ни воровать, понимаете, ни взятки брать. А вы не ведитесь на провокации этого. Весь Курганская область, администрация города Кургана, не ведитесь на провокации этого говна-то, короче. Вы и сами знаете, их же единицы по большому-то счету. И как же мы, если они давят на нас, то есть на вас, на массу, вам внушая всяческий бред, короче, понимаете? Вот я вам пример элементарный, короче, приведу. Вот смотрите, вот вам сейчас будет смешно. Он антихрист, он там уедет в Москву, он там потом война, взорвет городок. Меня любой снайпер может снять, понимаете? И так далее, это вообще бред, арестовать тут же, даже не обвиняя ни в чем, понимаете? И безобоснованно. Я, в принципе-то, понял вашу суть человеческую. Что за шоколад, что за кофеек, и что за армянский коньячок. Я это понял. И на какой основе все настаиваются, с чем, чтобы одержаться и разводиться. Так вот, смысл-то в чем? У них все идет это на экспорт. У них еще тогда, это было еще в 80-х годах, они колбасу гнали первого сорта, вышел в Москву, а она была там третьего сорта, понимаете? Ее покупали, ты знаешь, что она первого по дешевке, короче. А это сейчас тема-то более развитая. Что вы-то, я приехал в Москву, чашку кофе выпил на из кафе, которая стоила здесь 5 рублей в зауралочке. Точно такое же, понимаете? А там стоило оно 15, короче, на вокзале, на стойке, короче. И оно качество-то, короче, выше раз, ну не в 50 хоть, но раз в 15 точно, понимаете? Что нам, мы-то, вы-то тут ничего не видите и не увидите никогда. Когда они вот это все замкнули от Москвы, меня отвернули Москву, от меня, Россию против меня. У меня телефон на сайте, почта, по-любому все звонят, хостинг гораздо выше 100%. И никто не может дозвониться по-элементарному, никто не может дописаться. И даже комментарии в Ютубе вообще, либо они сами там это, короче, пишут, понимаете? Простым компьютерными программами. Головная боль, там раздражение, бред вообще. Бред полный. И так далее. И что все комментарии-то хорошие, не пропускают. Мне на почту приходит там, о, классный видос, там, да? Ой, зачет вообще, ой, автор вообще молоток, типа того, что вообще красава, там. Но, ой, подписочку от меня, там, ой, вообще супер, где вы взяли такое видео, понимаете? Это и то вообще редкий случай, потому что, видимо, комментариев так много, что все-то не могут, короче, некоторые пролазят. А когда по ссылке, короче, с почты заходишь на Ютуб, почитать, там вообще ни одного комментария, понимаете? И учишься, где он нет вообще, и найти комментарий ты не можешь, понимаете? То есть они прячут правду, короче. А зачем они прячут правду? А потому что люди-то поймут, короче, что парень-то сын бога, короче, да? Что добрый, хороший, просто они его в жопу, блядь, загнали вообще конкретную. И избивали, короче, периодически лет пять, пока он вообще, там, чуть не умер. А потом к шпане отправили под крыло, которое воровать научила. А потом вот эта перестройка, там, началась, это все такое, там, помните, это все. И смысл-то в чем? Если кто-то больше понимает, чем остальные, даже при Гитлере, короче, что вот это Шадринск-то, короче, мудит, война не дошла до Шадринска, понимаете? Смысл-то в чем? И как вам объяснить-то, как это, что это? Тема-то такая, короче, понимаете? И типа они вам будут там внушать, типа вот там будет так плохо в России, вот Кокорин уже, короче, губернатор, Новикова мэр, мы все заводы восстановим, у нас тут будет, типа, райский, короче, такой островок Агагора, Шадринск, будет сити-центр, короче, России. Это все бред вообще. Вам просто, вас не то чтобы зомбируют, вас просто обманывают, вы вообще правды не знаете, если честно. И вообще я под этим вот, короче, под этим вот видео ссылку выложу на все свои фотоработы, включая самые такие, так сказать, отборные. С 2010 года я бы советовал вам их скачать просто, понимаете? Посмотреть и поделиться с другим. И то, что я могу правду сказать на 100%, это глаз, он от Бога, понимаете? И если вы даже будете в этой неправде копаться, сатана к Люциферу, сатана, никакого отношения абсолютно не имеет. Тем более какой-то там бафомет и так далее. Это лишь символики, намеки, и то там правды вообще нет. Правды там процента 3, короче, вплоть до того, что у бафомета вообще должно быть человеческое лицо. Никаких копыт и рог. Да, 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 и так далее, и так далее. И там они будут вам внушать, что там плиеры были гомосексуалисты, короче, и Бог. И, короче, это, поняли? Это все чушь и бред вообще полный. Какой мужик воин, короче, будет, блядь, пидорасом, блядь. Тем более, блядь, в те времена, простите за мат, так в Бога верили. Они от Ватикана были, вы понимаете? А вам внушают все это в Ютубе. А в Ютубе, смотри, что творится-то. Меня банят вообще везде, комментариев нет. Дозвониться не могут. А могут дозвониться и то, наверное, с первого раза, если не интернет-магазин, так это, короче, еще какая-нибудь это предприятие типа организация и так далее, и так далее. И то, что вам гонят, вы поймите, какой год-то вообще. Вот это вот камера, монитор, короче, телевизор и монитор у кого два в одном. Там в экране, в экране, в телевизоре разбросаны функции, которые совместно при включении вызывают скайповый режим просмотра за вами. Поняли? Вот так вот. И в этом скайповом режиме вас и на видео могут записать, если вы какая-то персона типа меня, допустим, понимаете? И так далее. И что я посоветую, если вы скачали мое видео на телефон или на компьютер, отключите интернет, понимаете? Отключите его, потому что на вас выйдут при просмотре, могут вам и головную боль, короче, вызвать, и раздражение. Это зомбировка, это программы, это целый, это специальный отдельный сервер за массовой зомбировкой целой страны. Вы не удивляйтесь, просто вы выживете то во сне не от того, что вы как бы в матрице, понимаете? Вас зазомбировали у всех вообще конкретно и плотно. И все программисты от Курьера, хоть от кого, все программисты в городе пляшут от ОВД города Шадридска как минимум вообще. Потому что они все заинтересованы куском хлеба, короче, понимаете? И так далее. Я надеюсь, вы возьмете многое во внимание от этого видео. Мне просто, знаете, у меня не то чтобы сил, у меня и сил уже нет. У меня вообще последние копейки забрали, понимаете? И вообще втаптывают в грязь. Я могу миллиарды зарабатывать, короче, понимаете? Это в течение года вообще миллиарды, даже долларов, короче, вообще спокойно 8 миллиардов на планете. Мой феномен, да божий, по идее, если разобраться. А какой идиот, скажут, я что, робот-терминатор, что ли, понимаете? Ну, вы же все, получается, такие же, как я, правильно? Тут хирургического вмешательства не надо, чтобы понять. У вас же такого нет, у меня есть. А кого ждали, что и как, и почему? И так далее, и так далее, и так далее. То есть вам гонят бред, короче. И я могу столько примеров, я не хочу о грязи понимать. Зачем грязь? Ее и так полно.